приветствую друзья что интересно как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей да и карнеги величайший мыслитель я считаю смотрел вот запоем недавно опять его книгу в аудиоверсии и вам рекомендую кто не читал это же самое я читал в печатной версии много-много лет назад и вот каждый раз каждый раз перечитываю нахожу там новая вот этого удивительно как меняется наше понимание связи со временем и как меняется оценка того что там написано эта книга на века так вот я вам что еще хочу сказать и на века хочу сказать кое-что связь между пиком напряжения и последующим закономерным расслаблением на котором решаются вопросы которые задуманы или услышанные на пике напряжения вот например следующем ролике я вам хочу рассказать о том что сделанные на прошлом вебинаре нашего по секундный прием зигзаг звезда удачи или хаоса по секундам когда мы бросаем взгляд стреляем взгляд туда-сюда неожиданно сами для себя осознанно стараемся это сделать несколько секунд потом наступает снятие стресса после пика напряжения потому что когда мы стреляем так глазами старая сделать неожиданно для себя именно так хаотично несколько секунд это пик напряжения после этого поэтому сразу снимается напряжение появляется расслабление если мы на этом пике за напряжение на что-то настроены допустим что нам потом будет хорошо нам так и будет как пример я привожу аналогию как пример потягушить и когда мы утром просыпаемся мы тянемся если в этот момент подумаем что у нас день пройдет хорошо вопреки всем обстоятельствам так и пройдет если в этот момент подумаем что опять пройдет плохо так и пройдет потому что на пике напряжения наша психологическая установка начинает потом реализовываться потому что там образуется доминанта по ухтурскому великому так вот то же самое же происходило и у кашкировского когда все прикованы к нему вниманием и ожидают исцеления и в этот момент он им говорит например что зрение улучшится да действительно после нескольких таких вот минуту лучшие с ней видят почему получу когда они прикованы вниманием сосредоточены у них возникает их напряжение еще следующее я в следующем ролике хочу рассказать потрясающие связи между одними явлениями другими чтобы вы увидели общей закономерности что после пика напряжения происходит расслабление в соответствии с психологической установкой который вы в этот момент заряжен или сами себя настроили или кто-то сказал со стороны и в этот момент это ждете но в этого удивительно и скажу о роли сосредоточения в этот момент и пользы и вреда сосредоточения потому что 30 процентов людей при малейшем сосредоточении сразу переходит в это состояние нервоническое состояние нуля в котором тут же но перенаправляется в ожидаемом направлении но это потрясающие штуки я тогда вам эти примеры проведу это просто будет праздник науки потому что я нашел эти закономерности которые нигде никогда в интернете никогда раньше не описывались а наука это как раз таки открытие как раз таки это на стыке дисциплины создается всегда открывается что-то мне легко это делать потому что одновременно художник писатель педагог сказать по методу ключ готовлю специалистов с которыми специально сначала разговариваю там предварительно и разработчик разных других направлений потому что я и врач и психолог и философ и ну короче говоря много чего а этот стык между дисциплинами дает очень большое развитие поэтому чем больше у вас любимых дел тем больше точек опоры тем больше вы открываете новые явления закономерности свойства и лучше понимаете как устроены вещи как устроен мир и личные отношения до встречи